МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ей показывает все лучшие результаты и старается хорошо учиться в школе. А мечта у Виктора – подстать его натуре. Мальчик хочет стать артистом и работать клоуном. Цирка в Набережных Челнах нет, а потому мы обратились к местным театралам. Окунуться в мир лицедейства Виктору помогли в молодежном театре-студии «Ключ». Здесь трудятся около 25 человек, но основа труппы – 10 артистов. Кроме работы на сцене, ребята являются идейными вдохновителями, режиссерами и постановщиками собственных спектаклей. Вот там висит афиша с первого нашего спектакля, который мы играли в 2003 году. В одной постановке ребята могут использовать самые различные направления. Работа с куклами, масками, широко используют комиксы. Здесь нацелены на расширение творческих границ. А каждая следующая постановка – это открытие и для зрителей, и для самой труппы театра. Если мы поставили древнегреческий спектакль, где многое замешано на пластике, это жесткий технический спектакль с жесткой проработкой текста, то следующий спектакль уже не такой. И следующий – другой совсем. То есть нам интересно учиться, пробовать разные вещи. В принципе, мы не зацикливаемся. Дмитрий Русин умело совмещает учебу в институте с любимым ремеслом. Он является помощником режиссера студии, а еще преподает в театральной школе. Художественное слово. Дмитрий показывает Виктору отрывок из спектакля про цирк. Я выходил к зрителям так под музыку и говорил, добро пожаловать... Добро пожаловать, сенья мои, господа, сеньоры и сеньориты в цирк, сеньора Перетти! По опыту работы с детьми Дмитрий отмечает редкое свойство Виктора. Актер со стажем уверен – наработать технику и мастерство можно, но главное в деле актера – это трудолюбие и врожденная открытость. У Виктора это есть. К 12 годам дети бывают гораздо более, как сказать, в одно слово только, зашоренные. То есть, как бы, с какими-то мыслями левыми в голове тараканами, их трудно раз, как-то раз, качать на что-то, просто взять куклу в руки и что-то с ней поделать. Не боится, я думаю, Виктор. И это уже хорошее качество, на самом деле. Много всего за один лишь день узнал интересного Виктор. Прощаться не хотелось никому. Молодые актеры так прониклись к нему, что решили преподнести гостю сразу несколько презентов. Гульнас вызвалась сделать профессиональный грим клоуна. А еще ребята подарили будущему коллеге куклу-марионетку. Для того, чтобы тут работать, нужно подрасти сначала, знать всякие, там, математику, русский, все такое. Потом еще нужно и здорово. Напоследок актеры пообещали пригласить Витю и его друзей на ближайшую премьеру. Юлия Сайфина, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.